В китайской провинции Цзи Линь коронавирус нашли на упаковке с импортированными щупальцами кальмара. Об этом сообщило агентство Синьхуа. Груз прибыл из соседней России. Тест сделали дважды. Оба раза результаты были положительными. К слову, это не первый случай, когда вирус выявляют на зарубежных замороженных морепродуктах Поднебесной. Подробности у Патагос Саргабаевой. Сегодняшнее видео я бы хотел посвятить нашему государственному отечественному телевидению. Очень редко на наших государственных телеканалах проскакивает что-то действительно антиватное, такое антироссийское. Но сегодня как раз тот самый случай. Казахстанские журналисты на государственном казахстанском телеканале позволили себе такую вольность. Они процитировали китайское агентство Синьхуа, где черным по белому написано, что российские продукты, которые импортируются в Китай, на своей поверхности содержат опасный вирус, коронавирус. Да, вероятность передачи вируса с поверхности в тело человека, она минимальна, говорят ученые. Но китайцы подходят ко всему серьезно. Они уничтожили все продукты, они поместили всех людей, контактировавших с этими продуктами, в смысле всех этих рабочих складов, включая менеджеров, на карантин и в общем-то нивелировали эту угрозу. Но эта история на самом деле не о Китае, не о коронавирусе. Эта история гораздо шире. Эта история говорит о многом. Во-первых, я бы хотел обратиться к своим слушателям, которые не поняли мой выпуск про бойца Наймана. Был у меня недавно такой выпуск. Кто не знает, можете сходить чуть назад послушать. Те слушатели, которые опрокинулись на меня со всей своей критикой, мол, куда ты прешь против народного героя. Вот к вам я обращаюсь. Почему ваш любимчик, боец Найман, не помню, как его имя, фамилия, к сожалению, не увлекаюсь этими дурацкими видами спорта. Так вот, почему ваш идол не выпустил срочное видеообращение сразу же после этой новости с призывом сжечь все магазины, которые продают российские товары на территории Казахстана? Ведь это же так логично. Ведь это же то, что вот он предлагает, бороться с вирусом всеми доступными способами. Вот избивать вот этих вот людей, которые занимаются дезинфекцией, которые якобы разносят этот вирус. Стрелять по этим вертолетам, которые распыляют вирус сверху. И вот, пожалуйста, прямая инструкция идет из китайских средств массовой информации, Синьхуа, очень авторитетное, надо сказать, интернет-издание. Черным по белому написано, что китайские специалисты на поверхности российских продуктов нашли этот коронавирус. В Казахстане тоже много российских товаров с российской упаковкой, которые приезжают с территории России. Все точно так же, как в Китае, только, наверное, даже в больших масштабах. Но наш боец Найман, я знаю, почему молчит, он частенько выступает со своими боями в Москве, в других городах российских, зарабатывает деньги. Конечно же, да, если он сделает такое видеообращение, то его доходы существенно снизятся, он себе такого позволить не может. Ну, в общем, оставим, ладно, на его совести этот факт и на совести тех слушателей, которые так и ничего не поймут, даже после этих слов. Перейдем к более главному аспекту этой новости. Казахстанские журналисты, которые работают на государственных телевизионных каналах Казахстана, позволили себе такую вольность. Они выпустили новость в эфир, явно антироссийскую, которая будет иметь широкие антироссийские последствия. Почему они себе это смогли позволить? Процитировали китайские СМИ. Хотя, казалось бы, гораздо легче цитировать американские СМИ или европейские СМИ, которые каждый день вдоль и поперек проходят по этому Путину, по Крыму, по Донбассу, по северному потоку номер два и так далее и тому подобное. Хоть каждый день, хоть с утра до вечера цитируя эти западные СМИ и, в общем-то, получим более нужный результат в более короткие сроки. Но нет, наши казахстанские журналисты не могут себе такого позволить процитировать западных журналистов. А вот китайских журналистов они цитируют свободно. Просто проблема такая. Китайцы очень редко пишут что-то такое антироссийское. Но даже эти редкие случаи мимо наших казахстанских журналистов не проходят. Кстати, это в плюсик запишем нашим казахстанским журналистам. Молодцы, читают китайскую прессу, не пропускают ничего важного. Это значит, что там не зря едят свой хлеб эти наши казахстанские журналисты на государственных телеканалах. А теперь о причинах поговорим. Причины, конечно же, они экономические. Понятно, что и западный мир, Европа, Америка, США не строят 55 новых заводов на нашей территории, не имеют таких больших экономических интересов на нашей территории, как это представляется в китайском варианте. Потому что просто в силу географии мы находимся далеко от Европы и от Америки. И просто до нас руки не доходят. Они там заняты Украиной, Прибалтикой, Белоруссией. А Казахстан это где-то дальше, где-то далеко. В отличие от Китая, с которой мы граничим непосредственно. Имеется в виду мы, казахи. Да, Китай имеет тут уже свой экономический интерес. Это шелковый путь, это уже большой грузопоток идет. Это много построенных китайских заводов на территории Казахстана. И поэтому наша казахстанская власть очень логично предполагает, что цитируя китайские СМИ, если вдруг Россия в лице Путина и Кремля выступит с резкой критикой в сторону Казахстана, почему это мы вдруг антироссийские новости цитируем из китайских источников. Вполне логично предполагать, что китайское руководство возмутится такой позиции Кремля. Чем это им не нравится? Китайские информационные источники непонятно. Тем более в таком регионе, где экономический интерес Китая представлен так широко. И в общем-то вот постройка 55 новых китайских заводов, постройка шелкового пути, один пояс, один путь, имеет вот такой вот неожиданный положительный эффект. Наши казахстанские журналисты могут наконец-то что-то сказать в сторону северного соседа, что-то такое нехорошее в его адрес. А именно процитировать китайские СМИ в том плане, что коронавирус теоретически, чисто теоретически, может завозиться с российскими продуктами. Вот такой вот неожиданный положительный эффект от 50 новых китайских заводов в плане информационной войны получает Казахстан. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на мой канал, помогайте моему каналу финансово. И до новых скорых встреч.